Армения без России обречена. Я не верю, что Пашинян этого не понимает. Как американцы, они же вот теоси же приезжали. Если Пашинян, тем не менее, понимая это, будет соглашаться на американские планы и вообще уходить под Америку, это в очередной раз подтверждает, что этому человеку наплевать на Армению, наплевать на армянский народ, наплевать на вообще все, что к этому имеет отношение. Что меня не удивит, ты мое отношение к Пашиняну знаешь. Я считать армянином человека, который заявлял и писал, что наши предки сами виноваты в геноциде, моя прабабушка, которую я прекрасно помню, пережила геноцид, этот ужас и трагедию. И ты сам армянин, ты понимаешь, о чем я говорю. Для армянина, ну все равно, что евреи говорили бы о том, что сами же евреи виноваты в Холокосте. Он не может быть армянином в том смысле, в каком мы это понимаем. Поэтому он может делать все, что угодно. Его потом может дать какая-нибудь шикарная вилла в Майами, в Калифорнии, пожалуйста. Но это же приведет к проблемам нашим. Это приведет к нашим проблемам, это не приведет. Мы с тобой россияне, у нас одна родина, ну у меня точно одна родина, Россия. Я вот переживаю, что будет с Херсоном, что будет с Крымом, что будет с СВО, когда все это закончится. Тут просто граждане Армении, особенно люди, голосовавшие за этого человека, должны понимать, что без России не будет никакой Армении. Не то, что Карабаха. Армении никакой не будет. Кто остановил вот эту так называемую 44-дневную войну? Кто ее остановил? Ее остановил Путин, Владимир Владимирович, лично. И Америка, под которую нынешняя армянская власть пытается уложить Армению, просто не тушкой, так чучелком, вот так помахивая заодно Россией, ну я типа здесь, но как бы там, пальцем не пошевелила, пальцем не пошевелила. Турция, которая, естественно, выступала на сравнении Азербайджана, они партнеры и так далее, страна НАТО, что Америка, как ведущая сила в НАТО, не могла пришикнуть и сказать, так, алло, гараж, вы что там, мы за Армению, мы поддерживаем, у нас в Калифорнии, там много армян, у нас Ким Кардашьян. Ничего не сделали вообще. Ладно, это на их совести. Я не могу понять, армяне, которые в Армении живут, они это не понимают, что ли? Они ослепли, вот люди, которые за Пашиняна, и продолжают ему верить, и продолжают считать, что за границей нам поможет. В лице Америки, Франции, кого угодно. Помогла, помогла, потеряли много дорогого сердца у всех армян, живущих в Армении, не только живущих в Армении, в Карабахе. Потеряли, потеряли бы все, если бы не Путин. Не понимают они это? Ну, не понимают, ну, значит, так. Сказал Владимир Владимирович нам вчера. Мы не будем навязывать. Мы поддержим любой вариант, который одобрит армянский народ. Поговор предусматривает, что Карабах весь перейдет к Азербайджану. Это значит, что... Ну, я даже молчу о том, что там будет с армянским населением и прочее, будет исход. Я сейчас не про это. Я сейчас про то, что... Ну, это как минимум значит, что оттуда будут выведены российские войска, а следующая будет российская база, а следующая будет, что мы про существование Армении как государства будем знать из учебников истории, и наши дети об этом знают. Как мы сейчас из учебников истории знаем, что когда-то была великая страна Урарту, потом Великая Армения, Тигран Великий. Когда-то, сто лет назад. Профукали то, профукают и это.